и снова здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет продолжение нашего разбора благодарю вас за вашу активность под предыдущим видео мне было очень полезно почитать ваши комментарии кроме того многие из вас подсказали мне некоторые вещи поэтому я рекомендую тем кто хочет докопаться до истины покопаться и в комментариях тоже потому что там есть подсказки того вот где я вижу невербальные сигналы тела ну вот зажатости какие-то да ну я не понимала почему очень интересно было прочитать ваши комментарии благодарю еще отдельно своих хейтеров которые тоже изо всех сил старались но вот мне это пришлось до до ваших комментариев копать очень далеко потому что youtube на первое место ставит действительно полезные комментарии поэтому вот такая вот история да ну ладно в общем то благодарю вас в любом случае за вашу активность и сейчас мы с вами продолжим разбирать и это очень полезно потому что некоторые темы я не затронула они очень важны например вот 1 1 фрагмент который я включаю и давайте здесь будем разбираться значит начали осваивать территорию украины смотрите как он осваивать территорию украину и отступает опять ногой мы помним что в предыдущем видео я бы я вам показала до его сигналы тела и самый важный сигнал тела по которому мы с вами идем и читаем его ну вот в этом разборе конкретно да это когда он уверен он выставляет ногу и когда он не уверен он ногу прячет и в данном случае он отступает и отступает на каком слове осваивать территорию украины то есть он не называет вещи своими именами он не говорит что напали на украину он говорит осваивать территорию украины как будто он приобрел эту землю и надо ее освоить да но конечно же его иносказательность она призвана только тому чтобы быть пытаться выходить всегда сухим из воды но в данном случае конечно же вряд ли у него это получится но история расставит все по своим местам а мы как люди думающие должны делать свои выводы исходя из того что мы видим из того что мы знаем и идем дальше там каждого второго третьего какие-то связи с россией были все были всегда ситуацию ухудшилась и классе все-таки пришел викторий новикович может быть он был не самым лучшим президентом и смотрите и опять нога вперед какое-то время он эту ногу придержал под стулом но потом нога все равно вышла вперед потому что действительно здесь иллюстрация того что это был мой человек это было мое продвижение вперед и в данном случае его тело не смогло долго реагировать да вы получается он сейчас говорит о януковича сначала он придержал ногу до на а потом все равно тело тело высказалась поэтому мы прекрасно понимаем да это в общем то и понятно но вот сейчас он проиллюстрировал то что янукович был полностью его человека политик меня знаю не хочу давать оценок но встал вопрос об ассоциации с евросоюзом видите а здесь вот ассоциация с евросоюзом сужение и расширение колена коленями видите вот и сужение и расширение то есть встал вопрос о том вообще что что будет да либо нам придется поужаться либо нам надо расширяться вот 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 этот вопрос встал не прям конкретно он иллюстрирует то что говорит начались деструктивные действия оппозиции поддержанные западом все дошло до майдана и до госпереворота а вот здесь вот я прошу обратить ваше внимание потому что госпереворот и нога наступает и галстук вот это уже сама презентация галстук он поправляет в те моменты когда он собой красуется любуется и в данном случае это конечно довольно интересно получается что вот с этим госпереворотом а он чувствует свою заслугу либо он получил какие-то выгоды от этого но то есть вот в данном случае в контексте того что он рассказывает он чувствует себя красавчиком вот по поводу вот этой ситуации ну то есть это было и наступление по ноге да и по галстуку сама презентация объясните мне еще раз пожалуйста в комментариях я уже просто прошу вас вот учитывая предыдущее видео и как вы мне многие вещи объяснили в комментариях я прошу вас объяснить мне вот эту ситуацию почему вот это сама презентация идет но тут как бы если бы действительно это было так страшно для него да он бы наоборот вот понимаете он бы показал отступление ноги а здесь получается ногой выставил да еще и галстук поправил вот это вот для меня сигнал того что либо приложил руку либо ему это понравилось просто и в итоге его вы сделала ну в своих глазах красавчиком то есть вот что что такое произошло почему он так этим гарди даже гордиться понимаете вот самая фишка галстука это то что я горжусь тем что произошло вот это вот для меня конечно ну нет но я понимаю что там было все намного сложнее чем может быть кто-то из нас понимает да но вот чтобы он прям это организовывал я боюсь на себя брать такую ответственность и это заявлять но то что он получил с этого выгоду это вот сто процентов потому что здесь вот как раз увеличение его масштаба понимаете и улучшение его имиджа в своих глазах понимаете вот то что он нам сейчас продемонстрировал то есть вот видите нога выставилась и галстук но при этом знаете челюсть он не поднял и это вот сейчас уже более сдержанная реакция да ну вот все равно тело помнит что из этого он что-то получил вот что-то имиджевая да то есть вот такая вот история понимаете ну вот напишите мне прокомментируйте пожалуйста эту ситуацию теперь следующий фрагмент ну вот чего боится создали угрозу для крыма который мы были вынуждены взять под свою защиту начали войну в донбассе 14 год на войне в донбассе он ногу задвинул и здесь ну я думаю что просто на войне в донбассе он обломал свои зубки и вот поэтому идет задвижение ноги то есть по крыму задвижение ноги не было по крыму было все хорошо а вот по донбассу сразу пошла реакция тела здесь тоже объясните мне пожалуйста я наверное во всех этих фрагментах буду просить вашей помощи чтобы вы мне объясняли в комментариях что это все значит да я просто читаю язык жестов я стараюсь быть максимально беспристрастной хотя конечно меня заносит и вы прекрасно знаете мою позицию по этому вопросу но я стараюсь максимально вот абстрагироваться насколько это получается уж извините меня если это не получается применяли применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан ведь с этого все началось чтобы последовал триггером в последних событий смотрите как он избегает слова война ведь это же война идет вот изо всех сил и спецоперации все подряд но естественно конечно же преступнику не хочется называть свои преступления преступлениями они будут всячески избегать это слово потому что конечно же зачем своему бессознательному напоминать о том что ты преступник да конечно же это надо надо искать другие синонимы и вы видите как он сам мешкается как он теряет ну вот он он ищет ищет способы не называть преступления преступлением но как вы знаете что история все равно все поставит по своим местам во первых сегодняшняя руководство украины заявил что они будут исполнить низких соглашений против какому-то государству позволено пропагандировать на президент украины здесь видите вы стоя выставляет ногу и бессознательно но я здесь боюсь что наверное все таки моя оценка будет слишком субъективно но я это оцениваю так как нацизм мы можем позволить только себе но но это это наверное больше субъективная прошу прощения законодательно запретил вести переговоры с россией он подписал декрет запрещающий всем вести переговоры с россией как мы будем вести переговоры на самом деле сам себе запретил и всем запретил мы знаем что выдвигает какие-то идеи видите задвигает ногу и это его действительно пугает то что зеленский запретил вести эти переговоры конечно же это ставит палки в колеса и ему это не нравится насчет по поводу этого регулирования ядерные удары нанесены почему вы не позвоните байден и не скажете давайте как-то решить вы решим это вопрос хочу решить все очень видите ногу задвигает и это значит что он убегает это значит что он чего-то боится и в данном случае я прошу вашего комментария чего именно он боится в этом случае да действительно что стоит позвонить байдену и урегулировать вопрос тут либо с ним не общаются вообще либо он боится вообще в это все лесть ну как бы он сейчас какие-то обходные маневры нам сейчас будет рассказывать но вот именно он именно в этой ситуации боится сделать но либо избегает избегает скорее будет тактичнее сказать избегает очень просто у нас повторяю есть контакты по линии там различных ведомств и я вам скажу что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства сша если вы действительно хотите прекратить боевые действия вам нужно прекратить поставки вооружений все закончится в течение в течение там нескольких недель вообще циничность просто зашкаливает вот эти слова я даже в инстаграме выставила да но это это просто вот все равно что чикатило сейчас ну вот если он сейчас был жив и совершал свои преступления да все равно что он бы вышел с заявлением но уберите вообще эту милицию да она мне только мешает просто давайте мне по ребенку в день да и я буду счастливы вы будете спокойно жить и и и радоваться жизни вот примерно то же самое он говорит и я я вообще не понимаю как такое может умещаться в голове да вот вот такие вещи но опять извините это мои эмоции которые я постараюсь опять контролировать цель как можно сильнее ослабить россию задвигает ногу и в общем то да понятно что ему этого не хочется но скажем по этому поводу он боится до боится собственного ослабления это тонкая сфера и простых линейных решений здесь нет так же как с долларом поэтому причем вводить какие-то нелегитимные санкции нелегитимные с точки зрения смотрите здесь получается галстук поправил но я не совсем уловила по какому по какому вопросу да поправил галстук но ногу задвинул здесь вот как раз ну вот по поводу санкции сто процентов это получается что ногу задвигает а вот галстук здесь получается подавленное состояние до негативная какая-то реакция страх или так далее но либо это я же хороший посмотрите на меня да ну вот вот в любом случае эта тема сама презентации я же хороший зачем вы против меня санкции вводите может быть вот такой посыл устава введенных нации надо как следует подумать по моему с этим проблему те кто принимает решение да ну в общем это были страхи путина а теперь идем дальше но здесь степень циничности конечно зашкаливает давайте смотреть войну начали они в 2014 году наша цель прекратить эту войну и мы не начинали ее в 2022 эта попытка ее прекратить и смотрите он говорит это тише а потому что ладно не буду здесь давать оценку потому что мне напрашивается одна оценка но здесь двойная трактовка поэтому ладно не обращаем на это внимание в штате дна думаете как вы думаете удалось вам сейчас и прекратить меня вьючий в время что достигли вы своих целей нет мы пока не достигли смотрите как нога все больше прячется и это говорит о том что он действительно здесь очень сильно подавлен их цели потому что одна из целей это деноцификация имеется ввиду не убей и так далее а каким образом лидер может быть христианином а если приходится убивать кого-то другого как можно это примирить в себе очень легко видите сначала замер минимум эмоций но включил опять если речь речи о защите себя и своей семьи и свои родины мне на кого не падали вот с чего началось начались события на украине с госпереворота и сначала боевых действий на донецке и кстати вот по поводу госпереворота еще раз прошу чтобы вы мне прокомментировали я так ну по его сигналам тела я понимаю что этот госпереворот либо просто был кстати либо он был организован им я не знаю не знаю не могу ничего здесь сказать вот сто процентов но вот по сигналам тела я понимаю что этот госпереворот ему выгоден сейчас по крайней мере и ну конечно цинично здесь зашкаливает просто мы защищаем себя на чужой территории вообще ну это вот это просто вот законы физики вообще вот ну никак в законы логики вообще вот ну никак не вмещается как вот такое количество людей это все поддерживает не знаю извините меня что у меня так вот бомбит но кто считает по-другому напишите пожалуйста обоснованный ответ по пунктам в чем я не права в чем вот я вот вот я считаю что защищать свою родину можно на своей родине по-другому никак а перейдя границу все вы не защищаете вы нападаете что не так в моей логике объясните мне пожалуйста я прошу прощения еще раз за свои эмоции да ну ну просто вот ну не могу я на это все смотреть с холодным рассудком не знаю может не тому меня учили в жизни и вообще так идем следующий фрагмент иначе меня сейчас опять занесет а до следующий момент который хотела вам показать как вы считаете исчезнет ли доллар как резервная валюта каким образом санкции изменили место долларов в мире знаете это грубишь одна из грубейших стратегических ошибок на политическом руководстве на штатах из смотрите получается отсаживается рукой держится за подлокотник и нога убегает то есть он этого боится он все равно ну понимается что речь идет о более серьезной какой-то теме до которая ну которую он не перебьет пользование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы доллар это основа основ могущества сша я думаю что все это прекрасно понимают сколько не напечатать долларов они по всему миру разлетаются инфляция в сша минимальная сколько там по моему три процента примерно 34 что вот приемлемо для сша абсолютно печатают бесконечно знаете что меня в этом фрагменте насторожило напрягло может быть а это очень часто он облизывает губы много вот этого вот вожделения то есть он понимает что это мощная сила до которой с которой ссориться лучше не надо он первая часть его выступления было как раз вот испуг да а потом он по праву ну вот скажем так более сильного лучше хвалить да и вот он дальше начал хвалить и ну вожделенно облизываться ну ладно это лирика идем дальше меня заинтересовала очень сильно тема вопрос китай китай вот что на самом деле происходит с китаем вот это вот так называемая любовь дружба и так далее с китаем не буду углублять и оскорблять каким-то образом это все вот что сейчас происходит да вот мне хотелось понять что на самом деле у него происходит с китаем и здесь он очень четко дал свой невербальный опять таки ответ давайте смотреть это страшилка мы с китаем соседи вот и задвигает ногу избегание но левую ногу вы 2 сейчас выдвинет вперед смотрите вот левая вперед немножко да а правая задвигается и правая еще немного поигрывает то есть смотрите тут такая игра идет с одной стороны это инструмент давление дано там на остальной мир с другой стороны он боится китая он безумно боится китае почему он боится вот нога виляет то есть китай непредсказуем поэтому он его боится ну вот это это сидит тоже как это его сигналы тела близких родственников не выбирают у нас с ними общую видите соседи и пожимает плечами границы посмотрите еще и локтем отталкивает по поводу соседей да и вот общая граница вот вот она как бы хотелось бы мне иметь других соседей да но они мои соседи и сейчас я с ним с ними задружился и они отчасти являются инструментом для меня тысячи километров это первое второе мы привыкли к совместном существовании на протяжении веков видите пожимает плечами не знаю в третьих внешнеполитической философии китая она не агрессивная она всегда ищет внешнего смотрите вот этому я верю ищет то есть она очень изменчивая вот политическая мысль китая всегда ищет компромисс и мы у нас видите опять задвигает ногу 200 миллиардов долларов мы ставили задачу да что вот с этим тоже не так объясните мне пожалуйста опять обращаюсь к вам мои дорогие что не так вот с этими 200 миллиардами что-то он не договаривает есть какой-то минус в этой истории потому что он задвигает ногу возможно ему денег жалко потому что это же 200 миллиардов это те деньги которые уходят из его экономики это потому что он не научился чего-то делать да и поэтому конечно же мы вынуждены в китае покупать очень много всего и соответственно это его минус но с другой стороны ну вот в плане работы с китаем да это большое преимущество потому что китайцы китайцы заинтересованы в том чтобы получать и дальше вот эту дань на моим коллегой другом с председателем сидим пением что в прошлом году мы в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с китаем и мы превысили эту планку по нашим по нашим данным это уже 200 там 30 миллиардов по китайским по китайской статистике 240 миллиардов долларов если в долларах все считать нас товар оброс китаем но то есть он сейчас отчитывается по поводу того что те деньги которые мы обещали китаю та сумма на которую мы обещали у китая купить она перевыполнена но в общем-то нашел чем радоваться лучше бы это все производили наши российские производители и платили налоги и ну ладно не буду сейчас в лирику вдаваться до перед китаем он отчитался но китая он боится и вот это прямо четко идет красной нитью по поводу китая но знаете тут очень много страхов напишите мне может быть я чего-то недоучитываю да но он вот в китае все-таки он не видит вот такого вот прям партнера партнера он видит как инструмент давления на запад и в общем то больше боится китая вот судя по моим вот взглядом напишите если я в чем-то ошибаюсь опять-таки но пожалуйста если вы пишете о том что я где-то ошиблась аргументируйте это пожалуйста вот мне интересно я хочу действительно знать правду я хочу выяснять вот я я готова принимать какую-то точку зрения единственное что вот я не принимаю это то какими методами он пытается достучаться со своей правдой так называемой да пусть пусть он будет тысячу раз прав но это не повод убивать людей это не повод нападать на чужую страну это мое убеждение которое вы не при я думаю что вряд ли переплюнете ну попробуйте попробуйте только аргументированно без оскорблений свою точку зрения вот со мной часто спорят и говорят ну что то не приемлюсь чужую точку зрения я говорю я приемлю ну объясните вот ни разу еще не я не встречала ни одного человека который бы меня переубедил причем я говорю выкладывайте свои соображения да и я и как правило у людей нет вот этих весомых аргументов до которые действительно ну вот хотя может кто-то из вас это сможет сделать да поэтому извините опять меня занесло да а значит следующий фрагмент включаю здесь тоже очень интересно по поводу северного потока знаете я не не интересовалась этой темой но когда в этом интервью я увидела целых шесть сигналов того что ну вот я я вообще не думала что все настолько страшно что ну давайте смотреть ху-блок норд-стрим кто взорвал северный поток хорошая шуточка до 5 баллов обоим за чувство юмора да но а теперь давайте уже по существу разберемся кто на самом деле взорвал этот северный по джинджи на гринс тайны и ровно си айдера вас есть свидетельство того что нато или же цру сделали эту знаете я не буду вдаваться в детали и здесь сразу первая уловка лжеца а я обращаю это в нем внимание вас вообще с точки зрения того что в вашей жизни наверняка встречались люди которые пытались вас обманывать и как правило это самое предсказуемое поведение лжеца уйти от факта обмана уйти максимально от подробностей и когда человек который который вот пытается донести какую-то правду начинает уходить это первый из и очень важный сигнал того что вам врут вот кто пытается уйти из вот этого факта до любой человек который хочет доказать свою правоту он начинает наоборот копаться в подробностях да он пытается доказать он не уводит он не уводит в подробности какие-то другие дебри да вот как он с историческими фактами да он зачем-то увел в историю вот в первом видео мы разобрали да а на самом деле он потом объяснил что причина в другом причина в 2008 году что украине пообещали принять их на то понимаете то есть зачем вся эта вот история с с историей извините за тавтологию но понимаете он увел в историю для того чтобы увести от факта да вот в данном и даже папочку принес и в данном случае вот папочка была бы очень уместно да если бы он был прав в этой ситуации если бы он действительно обладал какими-то доказательствами что он прав а здесь он максимально уводит от этого факта и вот это меня насторожило это первый звоночек дальше идем в таких случаях говорят ищи того кто заинтересован и смотрите ищи того кто заинтересован да безусловно это верно но это верно только отчасти это косвенное доказательство понимаете это косвенно кто зайти да и он тоже видимо заинтересован почему бы и нет видимо какие-то были причины и у него тоже в таком случае если под заинтересованность подпадают любые стороны даже я подпаду под эту как бы категорию да потому что невзирая на то что я россиянка невзирая на то что какие-то я я не знаю я не приемлю вообще никаких военных действий да но вот с точки зрения логики я чтобы остановить монстра я тоже заинтересована в том чтобы быстрее этого монстра а ну обессилить да и поэтому да все много людей будет заинтересована поэтому здесь как бы вот в сторону понимаете второй звоночек он уводит в сторону зачем если есть вот если произошел факт то скорее всего он обладает ресурсами чтобы это докопаться выяснить и принести в папочке опять-таки эти доказательства но он зачем-то уводит нас в сторону вот я специально докапываюсь до каждой мелочи потому что это у каждого из нас в жизни встречаются такие лжецы которые изо всех сил будут вас уводить в сторону от факта лжи и вот это серьезный звонок да и вот всякими разными способами если он это делает а здесь уже второй звоночек до получается еще один способ то есть обрати внимание в сторону да то есть не смотри сюда здесь здесь бы совершено преступление но ты не смотри сюда ты смотри вон туда ты смотри по сторонам да вот то что он сейчас нам делает оглянитесь смотрите вон как много желающих чтобы это все произошло но в данном случае надо искать не только того кто заинтересован а еще того кто может это сделать но отчасти я с ним здесь согласна но подожди а зачем мне смотреть в сторону если я вот вот я хочу смотреть на этот факт преступления и хочу получить доказательства до 2 звоночек с учетом того что у вас есть свидетельство и у ваших спецслужб почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды вот смотрите а теперь сигналы тела пошли убирает ногу видите ведущий когда тошная муха цокотуха да вот это вот продолжает задавать вопросы и вы кстати если вас пытаются вот так вот увести в сторону продолжайте задавать вопросы от этого зависит будете вы обмануты или нет если вы хотите вы можете прекратить задавать вопросы и быть просто обманутым можете продолжить задавать вопросы чем и пользуется в данном случае а этот карлсон и кстати вот я должна сказать большое спасибо ему невзирая на то что это все было ангажировано и как-то представлена он все таки вот эти вот принципы журналистики очень хорошо соблюдает он задает много вопросов понимаете и даже там где-то не получая ответов он дает нам возможность сделать выводы понимаете он задает задает и задает вопрос очень хорошо что действительно американский журналист да я не знаю его взглядов но мне нравится то что он задает эти вопросы и дает нам возможность вот это все увидеть да вот обнажить вот эту всю правду да и при этом смотрите челюсть низко то есть аргументов нет нога ушла и челюсть низко аргументов нет ну это третий звоночек да вот сигналы тела это уже третий звонок в войне пропаганда очень сложно победить союзные штаты видел как пошел в демагогию да очень сложно победить да очень сложно победить да какие не надо ничего побеждать ты просто факты предоставь проведи расследование видео какую папку принес по истории которая не имела отношения к делу а здесь то в общем то папочку попросил бы собрать собрали бы ну хоть для вида бы принесли как по остапа бендеров ски не только северном потоке 2 которые взорвали и вот здесь вот меня просто знаете очень сильно насторожило поправляет галстук вот вот это уже четко сама презентация и облизывает губы я не знаю сразу два факта говорящих о том что ему это нравится я я не понимаю откуда это объясните пожалуйста какие выгоды он с этого имеет вот если раньше я об этом не задумывалась и не понимала что он может иметь какие-то с этого выгоды то сейчас я четко понимаю что вот столько звоночков по поводу того что ну вот столько вот этих сигналов разных что я теперь задумываюсь какие какие выгоды у него были вот здесь вот пожалуйста объясните мне еще раз в комментариях да вот этот вопрос я я постепенно с вашей помощью становлюсь более продвинутой вообще во всех вопросах не только в языке жестов и манипуляциях а еще и вот в таких вот политических вопросах которые которые в общем то раньше меня вообще не беспокоили да но к сожалению два года назад всех нас забеспокоили и нам пришлось в это вникать поэтому с вашей помощью я надеюсь что я буду становиться умнее и и продвинутей да конечно не смотрите сжимает губы очень сильно сильно потоки один который взорвали северный поток 2 повредили но одна труба живо здорово и по ним смотрите и удобненько вот эти скажем ну если бы действительно кто-то взрывал эти северные потоки да вот он бы точно постарался бы полностью все отрезать но вот прям удобненько осталась такая возможность окошечко да вот чисто по-путински знаете и вот это еще один звоночек для меня понимаете то есть все обрезали до напугали да и вот пожалуйста если вам надо ну вот включите это и будет вам счастье можно подавать газ европу но германия же не открывает его мы готовы пожалуйста да ну вот вот это все прям 6 сигналов я не знаю может быть кто-то какие-то из этих сигналов даже косвенные вы можете их не брать в учет но так много вот этого всего что меня конечно это больше даже заинтересовало нежели раньше раньше я как-то жила без этой информации и нормально все было а сейчас прям прям думаю надо выяснить в чем чем фишка в чем объясните мне да кто в теме адан ну по поводу журналиста которого держат в россии да вот он был обвинен в шпионаже и вот здесь тоже интересная такая история давайте посмотрим однако он не шпион и совершенно точно не шпионил может быть она смотрите выставлю выставлен лоб то есть саботирующая позиция до челюсть опущена аргументов особо нет но саботирую я буду стоять на своем вот перед нами человек который будет стоять на своем здесь он все сжал губы и это опять скрываемые эмоции и нет никакой реакции вот сейчас журналист пытается что-то и ну как-то его привлечь да вот как-то зацепить да вот что-то получить какую-то реакцию но здесь сидит просто будет все-таки в другой категории вот смотрите сидит никакой реакции на слова обдумывает но это понятно да ему задают вопрос он обдумывает это нормально тут мы не будем искать подложить несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого знаете можно как угодно говорить и вот вы обратили внимание что сначала ноги расширил потом нога выставлена потом пересел то есть смотрите а все его тело говорит о том что вот это мне интересно вот это вот тема на которой я что называется наступаю да вот нога наступила расширилась да и здесь вот пошел торг и всем своим видом он показывает дешево я его не отдам а здесь я силен давайте смотрим шпион что не шпион но есть определенные определенные вещи предусмотрен закон если человек получает секрет кстати вот это вот жест это ты мне я тебе вот этот торгашку продавец продавец перед нами включил включился продавец который знает свою цену знает знает цену товару да и вот вот он вот это вот показывает то есть ты мне я тебе извини давайте мне тоже что-то информацию делает это на конспиративной основе это называется шпионаж ну то есть и лицо довольно но здесь вот здесь он действительно все у него хорошо еще хочу обратить ваше внимание вообще знаете есть такая уловка манипуляторов как садиться на шею к собеседнику да и вообще к тому с кем он общается вы наверняка вот таких людей встречали и можете встретить поэтому я вам очень рекомендую рекомендую вот это сразу чтобы у вас тоже включался сигнал всегда при общении с такими людьми это все отслеживать давайте смотрим вы были искренне тогда вы присоединились к нато послушайте я задал вопрос возможно это или нет смотрите как грамотно он уходит от ответа да вот я еще в начале разбора вам показывала что никакой конкретики да вот вот это способ вообще в случае чего отказаться от любых своих слов до никакой конкретики не говорить да вот сейчас четко задается вопрос если бы вам разрешили вступить на в нато вы бы вступили и он начинает вот всяческие уловки как бы надо мне вообще все отказали да и переложил ответственность на них да но здесь вот я опять аплодирую все-таки карлсону невзирая на разные мнения о нем да он действительно задает вопросы и это здорово получил ответ нет если я был не искренним своим желанием выяснить позицию рукава решите он был искренним или не искренним только лишь в том что я задал вопрос да то есть я не не хотел я просто узнал да я просто узнаю я ничего не как бы я такой вообще маленький я такой скромненький да я просто хотел узнать да вот как бы вот это вот попытка убрать себя ответственность вот она вот таким образом проскальзывает во всем да во всем то есть не давать четких ответов перекладывать максимально ответственность на других да то есть это они мне уже отказали я только узнать а мне отказали боже мой я бедный инсайд я сводил а если бы он сказал да было присоединились к нато если бы он если бы он сказал да начался бы процесс сближения и в конечном итоге это могло бы состояться если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это и вот знаете вот это вот приставка лось лось вот само собой случилось да вот если бы мне сказали да возможно это бы случилось да вот вот чисто по-женски вот эта манипуляция просто узнаете меня убивает когда я это же в жизни вижу часто вот причем манипуляции тоже вообще изобретение женщин потому что женщины слабые и нам нужно как-то хитрить да и поэтому ну вот так вот это женская прерогатива но когда этим пользуются мужчины это так знаете вот ну вот в моих глазах честно говоря мужчин уничтожает вот когда я чувствую вот эти вот манипуляции и одна из этих манипуляций лось да она случилось произошло могло бы произойти возможно произошло бы ну и я считаю что мужчина должен брать на себя ответ да ладно боже мой зачем я делю на мужчин и женщин вообще человек со взрослой позиции до адекватной готовый брать на себя ответственность и ответственный по своей сути он редко ну вообще старается не позволять себе вот такие приставки как лось произошло да он четко ну если что-то говорит то он несет за это ответственность если вы слышите эти приставки сразу заставляете человека либо менять стратегию поведения либо абстрагируйтесь от таких людей с ними кашу не сваришь вот с такими людьми кашу не сваришь поверьте мне женщине с большим жизненным опытом просто вот чисто по-женски ну вот чисто по-человечески я вам говорю как специалист я вам говорю что это уход от взрослой позиции в детскую то есть это у ребенка все происходит само собой это ребенок зависит от каких-то обстоятельств взрослые люди если что-то обещают то они это выполняют вот запомните это раз и навсегда и если в отношениях например да вот такое тоже может происходить сразу отслеживайте и сразу фильтруйте вот эти вещи потому что это очень очень серьезно потому что вот это как раз вот первая ступенька к тому чтобы не брать ответственность ни за что понимаете вот это вот лось это прям приставка которая включите в себе вот этот флажок да как только вы это чувствуете сразу предпринимайте какие-то меры но и в заключении хочу вам показать вот этот верх циничности который просто меня убивает но да эти фрагменты уже были но хочу этим завершить чтобы ну просто вот завершить вот эту скажем эту эпопею с этим разбором с этой ладно я не буду давать свои оценки давайте послушаем если вы действительно хотите прекратить боевые действия вам нужно прекратить поставки вооружений все закончится в течение в течение там нескольких недель вот и все вот что знаете что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит все равно отношения между между народами восстановится потребуется много времени но это восстановить совсем приду вам необычные примеры вот он сейчас пытается обесценить ту степень зла которую он совершил понимаете все равно все пройдет все равно все забудется да вот он сейчас пытается убаюкать до успокоить успокоить совесть россиян которые его поддерживать все равно ведь как бы это не заглушалась все равно люди внутри даже если они там поддерживают его все равно они понимают что что-то не сходится вот в этих вот пазлах что-то не сходится и вот он говорит да не переживайте все равно все уляжется все устаканится и вот вот это вот убаюкивание тоже очень опасно но давайте дальше волевое происходит бой столкновение конкретный пример вот сейчас секундочку конкретный пример украинская украинские солдаты попали в окружении это конкретный смотрите он отставляет ногу он действительно боится вот этого мужества украинских солдат то есть они ну вот он сейчас расскажет о геройском поступке до который который я думаю что россияне вряд ли это делают потому что они не защищают свою родину украинцы защищают свою родину вот в чем различие поэтому они так геройски себя ведут и и поэтому идет вот этот сигнал тела до назад ногу отступил примеры жизни боевых действий наши солдаты им кричат шансов нет сдавайтесь выходите будете живо сдавайтесь и вдруг оттуда на русском хорошем русском языке чат русские не сдаются и все погибли да вот это это очень тяжело слышать но с другой стороны у меня честно говоря гордость за украинцев и молодцы молодцы ребята это это действительно герои и я уверена что украина победит вот когда даже сам этот человек да даже он подтверждает геройство украинских солдат вот это украинцы это нация которая которую ничто не сломит и я надеюсь что все будет хорошо я я да не надеюсь я уверена что все получится и украина победит слава украине да на этом я завершаю этот разбор и прошу вас написать в комментариях во первых по поводу того что я просила вот по этим сигналом тела до объяснить мне какие-то ситуации а во вторых ну вот если вы не согласны например с моей позиции то аргументированно обоснованно напишите почему вы не согласны в третьих кто поддерживает поддержите просто это видео для продвижения потому что я считаю что я отдала вам интересные сигналы тела которые надо видеть надо знать потому что это в жизни каждого человека встречаются такие люди которые умеют вот таким образом уходить из-под ответственности перекладывать эту ответственность на кого угодно только не на себя и вот сейчас это был такой знаете мастер-класс который мы с вами прошли я считаю что этим надо делиться это надо чтобы все знали чтобы вот такие манипуляторы меньше процветали чем больше мы будем осознанно на это смотреть тем меньше шансов у таких манипуляторов дальше процветать поэтому вот такая вот моя позиция до надеюсь что я не не переходила очень сильно границы по поводу здравого смысла здесь я как раз и пытаюсь всегда здравого смысла придерживаться не переходила очень сильно на личности я надеюсь но опять-таки напишите в своих комментариях насколько мне это удалось насколько я держала себя в руках поверьте мне мне это очень сложно делать потому что вы знаете почему вы но вот большинство моих подписчиков я думаю что сейчас все кто остался на моем канале вы действительно поддерживаете мою точку зрения и ну я считаю что это самая здравая точка зрения но опять-таки время все расставит на свои места ну как бы в общем пишите пишите в комментариях я внимательно читаю ваши комментарии они делают меня умнее они делают меня более понимающий вот в каких-то вопросах да значит люблю вас всех очень сильно пока пока